Ливень лился пасмами, и порыл стоял. Як там наша пасека? Пасека стоит. Именно так о своей деревне писал знаменитый белорусский поэт и писатель Олесь Усеня. Название пасека, по заверению местных жителей, никак не связано с пчелами. Говорят, даже пчел у них нет. Одни говорили, что это была просека, в лесах сильно была, а потом пошла пасека. Потом стали разводить пчел, семьи были, почти в каждом дворе. А потом на сегодняшний день там уличенных людей, на сегодняшний день пчелы. От слова пасеки, не от пасека, где пчелы, а именно пасеки. А пасеки это что? Это вырубка деревни, когда-то было, давно. И вот от этого слова образовалась деревня пасека. То есть с пчелами вообще ничего? Нет, пчелы здесь были, но общего ничего нет. Как и в любой деревне, в пасеке есть свои легенды и достопримечательности. Сохранились в тамошних лесах курганные могильники драговичей X-XIII веков. Саму же деревню охраняет огромный дуб Волот. А вот сколько лет этому самому чудо-дереву никто так и не смог точно сказать. У коренных жителей и у гостей пасеки есть возможность побывать в маленькой Швейцарии. Такое название это место среди лесов и болот получило из-за необычайно красивых видов и кристально чистого воздуха. Кроме этого, приехав в пасеку, можно попасть в самую настоящую сказку – сказку Пушкина. А пасека с самыми настоящими пчелами, пусть и не в самой деревне, а рядом с ней, все-таки есть. Принадлежит она местному лесничеству. Мед там заготавливается по планам для лесхоза. И всем тремсотням жителей пасеки тоже перепадает. Просто продает лесхоза? Да, продаю. А сколько стоит литр? 80 тысяч литр в банке. Да она себя окупает. Вот эти все затраты, которые мы там. Сахар под горки. Это все заплаты этому пчеловому. А когда лед выкачивают? В августе откачиваем. И все, и потом начинают кормить уже к зиме, готовят на зимовку с сиропом сахарным. Спасибо.